Драгоценные братья и сестры Погружаться в священное писание Вначале я хотел бы, чтобы мы посмотрели небольшой ролик А потом мы пойдем дальше Я дома Зарплату принес? Да Где еще? За квартиру, за садик, за музыкалку, маме на подарок Еще Степановичу вернуть, Семеновичу отдать Сергею Федоровичу уже полгода должен Тогда вы планируете погашение кредита? У вас задолженность полмина Папа, купи такой телефон Купи, 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 купи Где еще? Где еще? Как освободиться от долгового рабства? Знаете ли вы, что до 70% населения нашей страны не имеют никаких сбережений Что позволило бы им в кризисное время продержаться хотя бы пару месяцев Свыше 60% россиян испытывают острую нехватку денег И многим из них не хватает значительной суммы Шесть из десяти наших соотечественников в прямом смысле слова живут от зарплаты до зарплаты Не в силах откладывать хоть что-то И ситуация продолжает ухудшаться Что делать? Как выжить? Можно ли выбраться из этого замкнутого круга? Одна из причин такой ужасающей статистики состоит в том Что мы вынуждены постоянно оплачивать свои долги Решение, которое было принято в какую-то минуту И казалось, что это единственное правильное решение Что это сделка, ну чуть ли не века Но вот на этом этапе моей жизни это правильная сделка И мне нужно прямо сейчас принять это решение Если я не приму его сегодня до вечера То я просто пропущу что-то то, что мне очень нужно Что мне прямо нужно Я знаю, что это мне нужно И это решение, которое было принято Просто под воздействием своих чувств, своих желаний Своего представления И той информации, которую нам так хорошо объяснили И сказали Оборачивается таким тяжелым бременем И нам приходится расплачиваться за это решение А порой еще и не один год Как же освободиться от финансовых долгов? Возможно ли вообще в текущих условиях жить без кредита? И что говорит об этом Священное Писание? Мы продолжим с вами говорить на эту тему Я хочу сделать немного небольшой экскурс В предыдущую тему Или в предыдущие наши размышления на эту тему И напомнить вам некоторые ключевые постулаты О которых мы говорили Мы говорили прежде всего о том, что Вообще-то с церковной кафедры тема о деньгах Кажется немного как кощунственно для некоторых религиозных людей И наверняка не во всякой церкви вы услышите Чтобы пастырь вникал глубоко в финансы И каким-то образом учил и наставлял Как-то у нас в нашем российском менталитете Это часто представляется так, что Церковь там, где мы только молимся, благословляем А вот практическая часть жизни Это нечто другое После церкви, после богослужения Окуная свою жизнь И все, и водоворот, и все Там церковь, здесь моя жизнь В воскресенье приду, послушаю А потом все-таки мне нужно жить И все Но на самом деле Мы вчера или в прошлый раз говорили о том Что когда Иисус впервые произнес Мысль о том, что Он Мессия Это было в синагоге То Он процитировал Исаию, пророка И когда Он открыл ее То там было написано Дух Господень на мне Он помазал меня благовествовать нищим И послал меня исцелять сокрушенных сердцем И продолжил задачи перечислять На которые послал его Бог Но в этом списке Самая первая задача Проповедь нищим Нищим духом Нищим финансово Людям, у которых не хватает денег Иисус пришел в этот мир Чтобы освободить Бедного, несчастного Раба финансовой системы Который ничего не в силах сделать И не верит, что он может вырваться с этой колеи Он пришел проповедовать таким людям Мы говорили о том Что более двух с половиной текстов Из священного писания Говорят о деньгах и материальных благах И это в пять раз больше Чем те стихи, которые говорят о молитве В пять раз больше Чем те стихи, которые говорят о вере И намного больше Чем взять все соединить стихи Говорящие о небесах и об аде Мы говорили о том Что эта книга Книга Библия Говорит о финансах По той причине Что Иисус очень четко сформулировал И сказал Где сокровища ваше Там будет и сердце ваше Другими словами Если ты за это заплатил То ты примешь это во внимание Потому что ты за это заплатил Мы говорили также о том Что есть несколько ценностей Которые священное писание предлагает нам И одна из них Мы на ней остановились Это воздержание Мы говорили, что воздержание Это плод духа Но мы также говорили и о том Что воздержание Это также человеческое качество Которое Господь Воздействуя на нас Святым Духом Хочет в нас выработать И научить нас Мы также коснулись Книгу Притч Из книги Притч 22 главы 7 стиха Мысли о том Что богатый господствует над бедным И должник делается Рабом-заимодавцем И мы говорили о том Что кредиты Я говорю о потребительских кредитах И я говорю о том Что Писание и Библия Говорит о том Что кредиты являются Финансовым рабством Друзья Сейчас я хочу немного Чтобы мы коснулись Двух искушений Которые в Писании Обозначены очень ясно То, что касается денег И потом мы будем говорить о том Каким образом нам вырваться Или выйти из долгов Первое искушение Это искушение Любить деньги Первое послание Димофея 6 глава 10 стих Апостол говорит Своему сыну духовному Корень всех зол Серебролюбие Которому предавшись Некоторые уклонились От веры От веры И сами себя Подвергли Многим скорбям Обратите ваше внимание На то Что он не говорит о том Что корень всех бед Это деньги Потому что деньги Являются инструментом Если этот инструмент Попадает в руки Благочестивого человека Человека боящегося Бога Человека для которого Воля Божия И Царство Божие Имеют высший Приоритет В его поступках И решениях То деньги Станут своего рода Инструментом Которые помогут Воплотить ему Те Божие цели И мечты Которые Господь будет давать ему На сердце Проблема не в деньгах Проблема в отношении к ним Когда сердце Привязывается к ним Когда ты чувствуешь Такое настроение Хорошее просто От того Что у тебя много денег И когда у тебя Вообще нет настроения Когда у тебя Не хватает денег На то Что ты хочешь Купить Корень всех зол В сребролюбии То как мы относимся К деньгам Является Показателем Нашего внутреннего состояния Любовь к деньгам Является Злом Второе искушение С которым Сталкиваются христиане Это искушение Служить деньгам Любить деньги И служить деньгам Иисус говорит Евангелие от Матфея В шестой главе В двадцать четвертом стихе Это его нагорная проповедь Такие слова Никто Внимание Никто Никто Давайте скажи вместе Никто Скажи сам себе Никто Никто Не может служить Двум господам Это как знаете Это история про обезьянку Когда лев Сказал что Мудрые должны пойти налево Все звери Были перед ним В лесу На поляне Собрались все звери А Красивые Должны пойти Направо И звери подходили К льву К этой развилке И один звер То есть Налево уходил В ту сторону Другой в другую сторону Подошла обезьяна Стоит и метается И лев говорит Иди же куда-нибудь А она говорит А куда мне идти Мне что Разорваться Я и мудрая И красивая То есть Ну вот так бывает В нашей жизни А как мне Я Бога люблю И я деньги люблю Пастор Ну я так не выражаю Но я деньги тоже люблю Но Ну как Ну я не служу деньгам Мы никогда себе не сформулируем Что мы служим деньгам Но Иисус сказал Вы не можете Служить двум господам Ибо одного будете ненавидеть И другого любить Одному станете усердствовать О другом не родить И потом говорит Вот здесь внимание Не можете служить Богу и мамоне Старое русское слово Которое можно заменить Богатству Деньгам Другими словами Бог говорит о том Что есть конкуренция В человеческом сердце И эту конкуренцию Составляет не что-нибудь иное А именно деньги Почему деньги? Да потому что Когда у тебя есть денег достаточно Ты чувствуешь себя безопасно Когда у тебя есть достаточно денег Ты особо не заботишься о том Что будет в будущем Потому что ты думаешь У меня старость обеспечена Когда у тебя есть деньги И тебе вдруг плохо стало И ты попадаешь в больницу И ты узнаешь О своем плохом Ужасном диагнозе Ты думаешь Ох сколько же денег будет Стоит меня восстановить И ты думаешь Я все решу Это не проблема Когда у тебя есть деньги И ты попадаешь В какую-то беду Или какая-то авария Ты говоришь Я все улажу Потому что ты чувствуешь себя Очень стабильно И хорошо Когда у тебя есть деньги И ты думаешь Деньги Это ответ Деньги Количество денег Решает все Оп И ошибка Ты служишь деньгам Это где-то на подсознании Ты любишь чувствовать себя Когда у тебя их много Когда ты состоятельный человек И ты милостыню даешь Так вот С чувством достоинства И ты знаешь себе цену Потому что у тебя есть Много денег Друзья Церковь Братья Сестры Послушайте внимательно Это первая пропасть Иисуса Он говорит Мы не служим деньгам Мы не можем служить деньгам Мы не служим деньгам Мы служим Богу Избери себе Или ты служишь Богу Но не служишь деньгам Или ты служишь деньгами Сам себя обманываешь Что ты служишь Богу Нельзя служить двум господам Если ты любишь Иисуса Всем своим сердцем Ты будешь служить Господу И Его воля Будет для тебя Решающим фактором И вот здесь внимание Нет ни деньги Дадут тебе безопасность Нет ни деньги Обеспечат тебе Хорошую счастливую старость Нет ни деньги Помогут твоим детям Чтобы они в жизни пошли И нашли свое место И призвание Нет ни деньги Дадут тебе комфорт И мир А Иисус Христос Которого ты принял Своё сердце Именно Он является гарантом Твоей сегодняшней жизни И твоего будущего Мы не служим деньгам Мы служим нашему Господу А деньги служат нам Когда мы служим Богу Нельзя менять местами Поменяешь местами И у тебя всё на выбор Ты служишь Богу А деньги служат тебе Служат тогда Когда ты исполняешь Его волю Деньги служат нам Я немного остановлюсь на этом Это два искушения С которыми мы сталкиваемся Любить деньги И служить деньгам Знаете ли вы Что если Произносить Какую-то идею Распространять информацию О ней достаточно долго Достаточно громко Достаточно часто То в конце концов Найдутся люди Которые станут считать Её истиной А знаете ли вы Что если добавить До этого маркетинга До этой идеи До этой лжи Если добавить До этой лжи Ещё и Финансовый бюджет На то Чтобы Приобрести Целевую аудиторию И сделать Хорошую рекламу И делать это Профессионально Достаточно За умными словами То можно добиться того Что очень большой процент Людей И общества Постепенно Станут верить Что это правда Я не знаю Только мне ли приходит Или вам Вот вчера мне пришла Значит СМС Пять причин Оформить кредитную карту Тинькофф Платинум Кредитный лимит До 700 тысяч Рублей Пять причин Я читаю 700 тысяч 700 тысяч 700 тысяч в кармане Может быть буквально Там через Полчаса Через час 700 тысяч Рублей Когда ты хотел Поменять автомобиль Когда ты хотел Сделать Ремонт Вообще То есть Пять причин А какая же вторая причина 120 дней Без процентов Погашения Другого кредита Ох Слушай Но каждый день Меня атакуют Разные банки Каждый день Знаете ли вы Что общество Эту идею приняло Общество Вообще-то Считает Что это правда Что невозможно Прожить без потребительских кредитов Я не говорю о кредитах На бизнес Или ипотека Это немного другая ситуация Здесь мы Здесь мы не столько Может быть даже Похоть свою Реализуем Сколько здравый смысл Чтобы нам Жить И не платить кому-то Какому-то дяде В карман За аренду И Это другая история Я говорю о потребительских кредитах Когда тебе хочется Прямо сейчас И ты считаешь Что это хорошая Сделка Друзья Но от того Что постепенно Изменилась культура Только подумайте Наши старшие поколения Здесь есть Люди с седыми головами Только подумайте В дни Советского Союза 30 лет тому назад Отмотать Я думаю Может быть 1-2% людей Вообще Знали Что такое в банке Взять кредит Я помню Когда мой отец Покупал автомобиль И там мне хватало Тысячи рублей Вся семья Мы молились Я был маленьким Мне было 7 лет Но я помню Что мы Занимали Эту тысячу На короткий срок Где-то на полгода Чуть больше Или на год И я помню Как он все время говорил Мы отдаем долг Мы отдаем долг Мы отдаем долг Мы отдаем долг И все деньги шли К тому чтобы дать Это не было в банке Это было у братьев И сестер Сейчас 30 лет спустя Вы можете представить себе Жизнь без кредитных карт Вы считаете Что это возможно Я иду У меня деньги Да у меня есть карта Да у меня сейчас она электронная Вот так вот сделаю И я все Рассчитался Все Там минус Ну ничего Я покрою Я отработаю Да я молодой Я отработаю Потом раз Срок заканчивается Мы берем второй кредит И мы потом уже Вторым кредитом Перекрываем первый кредит И потом мы берем Третий кредит Ой это тяжелая Такая цепь Я вот так вот ее С ней похожу Мы берем третий кредит Чтобы перекрыть Тот второй кредит И мы даже не замечаем Как мы так постепенно Обрастаем просто И обкладываем Себя Кредитами Я хочу сказать Друзья мои Что независимость от того Что говорит сегодня Общество И мир Библия Называет Кредит Очень негативными словами Она использует слово Глупец Глупый человек Который берет кредит Бог не злится на тебя Я хочу спросить у вас У многодетных У вас есть Один ребенок Который постоянно Делает какие-то глупые вещи Все дети как дети А он какие-то глупые вещи делает Не понимаете ваши руки Даже если есть он То есть Я хочу сказать Вы что перестали любить его Вы же его любите Точно так же Правда? И вы говорите Ну опять Опять Я представляю себе Там на небе Бог смотрит Я помню как Помнишь где-то Лет наверное 20 назад Мы шли В 90-е годы Мы шли по центру города Новосибирска Гуляли И к нам подошли Молодые люди С планшетом И в течение 10 минут Они почти нам продали Какую-то путевку Какой-то тур Сказали что каждый год Вы будете бесплатно отдыхать Там какие-то фотографии И все Я впервые в жизни Слышал об этом Я стоял Смотрел Благо за мою жену Она говорит Мне так нехорошо в духе Пошли отсюда Я говорю Да подожди Нам предлагают Вообще-то куда-то ездить Каждый год И просто отдыхать Она говорит Ты в это веришь? Я говорю Ну а что Он так обманывает? Или как? Она говорит Ты такой наивный Вот И она меня с трудом Оттуда тащила И я долго еще обижался на нее Думаю Ничего себе А могли бы иметь Какое-то место Отдыхать Где-то куда-то ездить Потом я спустя какое-то время Узнал что это просто аферисты Которые просто обманывали Но я представляю себе Там на небе Бог отец Смотрит И говорит О-о-о Смотри Мой сын Ой какой наивный Гавриил Посмотри Сейчас точно вляпается Сейчас точно Сейчас точно Пошел подписывать договор Ты посмотри Что он перестал любить его? Да нет Он любит Он может быть улыбается Смеется и говорит Добро пожаловать в твое финансовое рабство Следующие твои годы Будут проходить Именно в этом Друзья Я хочу попросить вас Одно дело сделать Вы можете закрыв глаза Только не подглядывайте Давайте честно поступим В церкви надо быть честными Закрыв глаза Сказать Как вы считаете Где север? Просто указать рукой Где север? Вот все Можно ошибиться Но нельзя не участвовать То есть все Вот просто честно Давайте все Где север? Скажите Скажите Ну вот Да-да-да Все руки Все-все-все-все руки Да А теперь давайте знаете что? Откройте глаза Посмотрите Тут явно есть какая-то ошибка Явно Явно что-то не так Кто-то из нас ошибается Я сам не знаю Если честно Где север? Но я сейчас скажу вам Где север? Я скажу вам сейчас Где север? Даня Дай мне мою Библию Пожалуйста Вот там север Вот там север Вот там север Друзья Вот там север Библия Это компас Смотрите Север вот там Кто-то конечно показывал там Кто-то быстро так Поменял руку свою Кто-то считает Пастор Это не важно где Я устанавливаю Где север Серьезно? Вы считаете Что это не важно? Вы считаете Ну конечно Что в современном мире Вообще истина В каждом человеке Нет абсолютно Постмодернизм У нас сейчас Какое там истина Где абсолютно Абсолютов много Богов много Религий много Истины много Ты прав И ты прав И ты прав Все правы И все довольны И все пошли домой счастливы Только послушайте внимательно Библия Библия Она абсолютная истина И Бог прав Потому что он прав Потому что он Бог Он до тебя был Богом После тебя После меня будет Богом И когда наша жизнь закончится Он все еще Бог И он сказал О долгах Очень плохие слова Вся Библия говорит О долгах Плохо Если тебе нужно поехать На Римск В нашу церковь Привет пастору Андрею Если тебе нужно поехать На север в Тикси Добраться туда Иди туда В ту сторону Вот туда иди Если ты Ты конечно можешь Пойти в другую сторону И ты можешь пойти туда Куда ты хочешь И ты можешь сказать Нет пастор Я с этим не согласен Но ты точно Будешь ходить кругами Ты опоздаешь Твоя семья Будет вся ждать тебя Ты на ужин Опоздаешь точно Я не знаю Когда ты доберешься До Крайнего Севера Точно таки В финансах Библия говорит Очень и очень Однозначно Что жить В долг В кредит Это Не благословение И если мы Придумываем себе Какие-то ответы И если мы Оправдываем Бывают исключения Мы покупали кухню Я помню У нас должны были быть гости И у меня не было денег И я купила в кредит И мы знали Точно и ясно Что мы в течение Раз был четкий план Когда мы отдадим И мы отдали это Бывают исключения Какие-то исключения Но не образ жизни Возникает вопрос Пастор А как выбраться Из этого Ну так получилось В жизни Никто так ясно Может быть тебе не говорил Может быть ты в действительности Ну как бывает в жизни Там просто плыл По течению культуры А все Все везде Рекламировали Говорили Что это нормально Круто Это нормально Ты можешь иметь это Самое интересное Что культивируется Знаете что В современном поколении Что ты можешь иметь Это сейчас Зачем тебе ждать Хочешь айфон иметь Ты можешь иметь его сейчас Всего там 80 тысяч рублей Хо-хо 80 тысяч Это же сколько мне надо работать То есть молодой человек Думает А они говорят Да ничего То есть В течение года Ты вот Постолько отдавай И ты отдашь И ты будешь иметь И мы с Надникой К 40 годам Вошли в свою квартиру Мне было 40 лет Когда мы вошли в свою квартиру 17 лет Когда мы приехали в Новосибирск Мы ходили из дома в дом Ну из одной Арендованной квартиры В другую арендованную И когда мы вошли И когда мы вошли У меня было чувство Что-то не мое Меня Господь поставил Здесь просто управителем Мне надо следить за всем Что было в порядке Чтобы здесь народ Божий Всегда чувствовал себя Комфортно и хорошо И у меня вот это чувство Имеющий Как не имеющий Это Божие Бог дал мне Для служения Но сегодня молодые люди В 20-25 лет Они имеют не хуже жилье Они ездят на автомобилях хороших И конечно уж имеют Намного лучше телефоны Чем мы имели 15-20 лет тому назад Они держат Вот айфоны Смартфоны В своих руках А на самом деле За душой Только долги Нет ничего Кроме долгов Я хочу сказать Что в Библии Есть Очень ясный текст Что нужно делать Когда ты Оказался В долгах Давайте откроем Книгу Притч 6 глава С 1 по 6 стихи Я буду читать Я буду несколько Стихов Читать И после этого Просто Остановлюсь Вы дома сами можете Увидеть О чем идет речь Сын мой Если ты поручился За ближнего твоего И дал руку твою За другого В переводе на современный язык Означает Если ты залез в долг Делай следующее Это говорит Бог Сделай же 3 стих Во втором стихе сказано Ты опутал себя Словами уст твоих Пойман словами уст твоих Сделай же Сын мой Вот что Избавь себя Так как ты попался В руки ближнего твоего Пойди к ногам его Умыляй ближнего твоего И так далее Не давай сна Глазам твоим Дремания Веждам твоим Вставай пораньше Работай Не жалей себя Не люби себя Любимого Как бабушка моя говорила Что когда у тебя нет денег Есть только одна замечательная дорога Это дорога на работу Иди и работай Вставай пораньше Возьми дополнительную Какую-то Подработку Это я понимаю Но потом Тут сказано Спасайся Как серна Из руки То есть охотник Охотится серна Серна это газель Отсюда у нас машины Есть такие Газель Газель Вы знаете Я попросил нашу администрацию Чтобы они поискали мне ролик Про газель Как газель спасается от охотника И я попросил Чтобы они Ну маленький фрагментик Нам дали увидеть это И знаете То есть я как бы не до конца понимаю Как это я могу спасаться от долгов Вот таким образом Как газель спасается Послушайте У газели За ушами Есть специальные радары И когда они Запахом чуют эти радары Что там сзади Приближается Гепард Гепард очень любит газель Это его лакомство Это его тортик Просто и все Он просто Он очень любит Пообедать газелью И если гепард подбирается И видит Что там есть газель А газель пасется И вдруг радары дают сигнал Пи-пи-пи Газель В эту же секунду Мгновенно Мозг срабатывает И газель поворачивается И начинает бежать Очень быстро Просто бежит И все Гепард Гепард Спасаюсь Бегу Бегу Интересная статистика Оказывается Газели развивают скорость До 75 км в час А гепарды А гепарды Вы не поверите Это самая быстрая Сухопутная Млекопитающая Такая кошечка Которая четырьмя прыжками Развивает скорость До 80 км А вообще-то До 115 км в час За 2 секунды 80 км в час Даже Феррари Самая крутая Быстроходная машина За 2 секунды Не набирает Такую скорость Вот такая кошечка У нас И вот этот гепард Просто летит За газелью И газель бежит Бежит просто А газель Она не может По скорости Убежать И мне казалось Какая-то Какая-то метафора Непонятна Господь Ты мне говоришь Убегать От кого убегать От долгов убегать От вот таких вот Людей Которые мне что-то Там продают Предлагают Я должен так Убегать Подожди Так это же Это же Исход очевиден То есть газель Все обречена На самом деле По статистике Только Одна из 16 газелей Попадается в руки гепарда 15 из 16 Спасаются За счет того Что они высоко прыгают И маневрируют И за счет того Что они делают это Настолько долго Просто долго Что гепард устает То есть он пробежал немного И отпускает Свою жертву Ему неинтересно Я увидел еще Одну интересную мысль Здесь Я увидел Что мотивы-то у них разные У этого гепарда Мотив полакомиться У него просто вопрос обеда Он хочет пообедать Стоит там на улице Или тебе шлют Сейчас эти сообщения Постоянно А у них там Мотив какой А вдруг попадется Глупенький Наивненький Вдруг И мы пообедаем И так банки продают Очень большие кредиты Вообще И много-много денег И так разные компании работают Это маркетинг Это просто продажа А у газели Это вопрос жизни И все И потом я снова взял этот текст И посмотрел И подумал Господи Значит вопрос долгов Для человека Это станет вопрос жизни Спасайся Как газель Из рук охотника Вы знаете Есть понятие Долговой снежный ком Финансовый снежный ком А вы показали газель? Нет? Да вы что? Покажите нам газель Как она бежит Оооо Это гепард Кошечка хорошенькая Да? Но вы бы дома Не захотели иметь такую Расторан Видите? Расторан И гепард думает Ладно Сегодня пообедаю Чем-то другим И газель убегает Представляете? А Во многих случаях Люди не поступают так Это оказывается Не просто математическая формула Это ментальность человека На это рассчитано Это понимание того Как я отношусь к долгам И если у вас нет такого понимания Как в Библии Чтобы вы спасались от этого Как спасается газель Конечно Вы можете попасться И просто следующие годы Быть в рабстве Друзья Есть понятие долговой Финансовый снежный ком Я очень кратенько хочу сказать Об этом И мы после этого посмотрим Как выйти из него Можно принести доску Что мы делаем Мы попадаем в эти долги Постепенно Влезть в них Не нужно прямо быстро Постепенно Как бы один долг Другой долг Или там Ну постепенно Ты склоняешься к тому Что это хорошо было бы сделать И ты попадаешь В этот снежный ком И он обрастает То есть один кредит Один долг Другой Потом что-то случилось Еще надо выйти из ситуации Эту дыру закрыть Как-то Еще где-то берешь Деньги перехватываешь Еще каким-то образом Перехватываешь И в конечном счете Человек попадает В этот долг В эту яму Я попытался здесь Написать Те долги Которые могли бы быть У обычного потребителя У среднестатистического человека Потребительский кредит Он уже какое-то время Выплачивал И допустим Сегодня после этой проповеди Он решил Что он хочет Остановиться Он хочет с ними рассчитаться Задача Убежать от долгов 40 тысяч осталось И ему нужен минимальный платеж Каждый месяц Допустим 8 тысяч рублей И он В течение 5 месяцев 8 умножить на 5 Рассчитался бы За этот кредит Если вы сейчас увидите это Это изменит вашу жизнь У вас будет другое отношение К тому положению Где вы находитесь Скажите пожалуйста Можете ли вы Позволить себе Сэкономить Найти путь Каким образом Я взял 2 тысячи рублей Плюс 2 тысячи рублей В месяц Просто Сэкономить Просто Каким-то образом Не пить Там кофе Там не знаю Что-то сделать Что-то От чего-то отказаться Но В дополнение К 8 тысячам Рублей Вы добавляете Еще 2 тысячи рублей И у вас получается 10 тысяч рублей Вы платите Вместо 8 Таким образом Если в течение 4 месяцев Человек будет платить 10 тысяч рублей То он выплатит Этот кредит 4 месяца И кредита Больше Нет Мы записали Сначала Меньшие кредиты Потом больше Потом следующий Автокредит Осталось 550 тысяч рублей Минимальный платеж 11 тысяч При этом Человек платит Не только 8 Он платит 8 плюс 11 Плюс 20 39 тысяч Но он нашел Еще 2 тысячи Он платит 41 тысячу Каждый месяц Теперь он Накидывается С остервенением На этот кредит Для того Чтобы выплатить Его как можно Быстрее И здесь Вот эти 10 тысяч Освобождаются После 4 месяцев И на 5 месяце Он сюда Добавляет Эти же 10 тысяч Рублей И у него Получается 21 Тысяча Рублей Которую Он платит Теперь В течение Этого Времени Чтобы Выплатить Кредит Раньше Ему нужно было Платить 11 тысяч 5 лет Но Когда он Добавляет 10 тысяч И платит 21 тысячу То Эти 5 лет Меняются На 2 года И 3 месяца 3 месяца 2 года И 3 месяца Через 2 года И 3 месяца До свидания Этот кредит Вместо 5 лет 2 года И 3 месяца Теперь Эту сумму 21 тысячу И 10 тысяч Рублей Если добавить Получается 31 тысяча Рублей Или Да Значит 31 Правильно я Значит считаю 21 10 тысяч Да То есть То есть Получается 21 тысяча Рублей И Когда 21 тысячу Рублей Человек Добавляет То У него Получается Что он Вместо 15 лет Выплачивает Свой Ипотечный Кредит За 4 года Может быть Я с математикой Что-то не так Да Математики Если что-то не так То вы меня простите То есть Тут есть математики Которые лучше меня считают Вот Но Представьте себе Теперь итог Я хочу сказать А итог таков Либо 15 лет Рабства 15 лет Рабства Либо Через 4 года Через 4 года Вы просто Выбираетесь И сбрасываете С себя Это рабство Что для этого нужно Решение Как у газели Спасаться Решительность Просто Решительность Изменение мышления Нужно для этого Решительность Нужна для этого И Для этого Нужна Дисциплина Финансовая Дисциплина 2 тысячи рублей Вы также Каждый месяц Добавляете До всех Платежей Которые у вас Здесь Были 39 Вы платите 41 тысячу Рублей До всех Платежей Вы добавляете 2 тысячи рублей И Срок Из 15 лет Сокращается До 4 Снежный ком Мы просто его Мы просто его Уничтожаем И все А теперь Эта же самая идея Работает в плюсе И вместо того Чтобы быть транжиром И просто свои деньги Спускать Мы начинаем учиться Как быть человеком Который умеет Сберегать И как при этом Оставаться щедрым Не копить Не быть жадным А оставаться щедрым Божию Богу отдавать И жертвовать в церковь Друзья Есть табличка И очень быстро Если можно Покажите Потому что наше время Так катастрофически летит И я хочу Чтобы вы обратили Здесь Ваше внимание Вся та же сумма 41 тысяча рублей Все та же сумма Если вы каждый месяц Так же остаетесь В той же дисциплине В финансовой дисциплине То в течение года Вкладывая каждый месяц Те же самые 41 тысячу рублей Просто дома Даже под подушку Как бабушка учила То поколение Оно так делало Да Ну конечно Сегодня не дома Не под подушку Вы можете там Под проценты Но я посчитал Если бы я был Дедушкой совсем старым И я не доверяю Никаким панкам Просто под подушку К концу года У меня было бы 580 тысяч рублей А через 4 года У меня было бы 2 миллиона 857 тысяч рублей Что я могу делать С такими деньгами? Ты скажешь, пастор Ой, я хотел бы Я мечтал бы Ты многое можешь сделать С такими деньгами А если ты положишь Куда-то в правильное место И там будут проценты То эта сумма Увеличится До 3 миллионов Я хочу, чтобы мы Сейчас подумали О нескольких моментах И мы будем молиться Мы говорим о том Что Иисус В Библии Дает тебе Прямые указания Что тебе нужно делать Для того, чтобы ты был Свободен И я хочу дать вам Несколько советов Которые есть у меня Первый из них Что делать Чтобы избавиться От долгов Я принес сюда ножницы Для того, чтобы показать Что в таком случае Нужно делать Первое Когда вы получите Это откровение Придите домой Возьмите ваших детей И сделайте Я не знаю, как это по-русски называется Пластка Или пластика Как-то Порежьте кредитную карту Просто порежьте кредитную карту И скажите У меня свобода Я еще фактически не вижу ее Но у меня свобода Я не буду больше Залазить в кредит Я не знаю, как я выживу Но я не умру Бог обещал, что он меня не оставит Но я не буду Залазить больше в кредит Все И вторую карту Я тоже порежу Дети это видят Я всегда помню, как мой отец Деньги откладывал И Богу отдавал Это осталось у меня в памяти Поэтому я щедрый И поэтому я жертвую Больше, чем десятина Потому что мой отец это делал Он научил меня с детства Это факты неоспоримые Второй момент Пересмотрите ваши расходы И составьте список План Посмотрите на бюджет Работайте с этим Есть что-то, что вы тратите Задайте себе вопрос Могу ли я не купить это Или я при этом Ну, что со мной будет А может быть я мог бы Воздержаться от покупки Третий момент Пересмотрите ваши вещи И третий совет называется Расхламляемся Загляните в кладовку Загляните в гараж Загляните в шифонерчик Скажите, ой, давно не одевал Этот костюмчик Ой, может быть кому-то Там Иисус прямо говорит Если у тебя два То возьми один И отдай нуждающимся Просто пересмотри все И продай Продай Просто продай Если тебе нужно выйти из долгов Мы говорим о том Чтобы выйти из долгов И в этот момент ты делаешь все Для того, чтобы сосредоточиться И вырваться Если вы спросите у любого Ядерщика, физика В Академии городки Который работает в нашем институте Что сделать, чтобы выскочить из колеи Когда в орбиту попала ракета Каждый из них знает Он скажет Нужна дополнительная энергия Так просто он не вылетит Дополнительная энергия Дополнительная энергия Это решительность газели Во что бы то ни стало Я убегу Это вопрос моей жизни Для гепарда это обед А для меня это вопрос жизни Я убегу Во что бы то ни стало И все Нужна дополнительная энергия Поэтому ты смотришь на все А, я это не носил давно Я это могу продать Я это могу продать Я это Подружитесь с Авито И просто сделайте все Чтобы вам дополнительно Пришли какие-то финансы Четвертый совет Возьмите подработку Вставай рано Ложись поздно Работай На двух, на трех работах У нас есть семья в церкви Которые поженились Четыре года назад Они взяли квартиру Купили в ипотеку На двадцать лет Двадцать лет Мы женой еще так смотрели Ну да, наверное, двадцать лет Через три года они выплатили Они работали Работали Рано вставали Поздно ложились И они живут в своей Выплатенной двухкомнатной квартире Вместо двадцати Три года И последний совет Молитесь Богу Без Бога Все эти советы Это просто звук Молитесь Богу Молитва действительно работает Ты скажешь, пастор Я столько сделал глупостей Я загнал свою семью в кредит Я пошу и пошу У меня такое чувство Что я в конце дней жизни Посмотрю лучше мои годы Я отдал, чтобы просто Отработать кредиты Да Но Ты знаешь Тебе нужна дополнительная энергия Чтобы выскочить из колеи Чтобы убежать от гепарда Который летит за тобой Чтобы тебя вот снова Взять какой-то новый кредит Что это? Это сила Божия Это благодать Иисуса Христа Это молитва дает Это общение с Богом дает Без молитвы Ты снова сорвешься Спустишь опять деньги Опять тебя куда-то втянут И ты опять будешь платить И опять будешь рабом Давайте встанем сейчас Отец Небесный Мы взываем к тебе МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова